Телевидение Организации Объединенных Наций представляет. ООН в действии. Для 77-летней Суп Кумари, которая никогда не жила в доме с туалетом, справлять нужду в домашней обстановке всегда было сложно. Сейчас она ослепла, и её дочь Нанда говорит, что теперь это стало почти невозможно. В этой истории нет ничего особенного. В мире около 2,5 миллиардов людей не имеют доступа к чистым туалетам. Это каждый третий. В сельской местности в Непале эти цифры могут быть гораздо выше. Каждый день около двух тысяч детей преждевременно умирают из-за диареи, вызванной недостатком туалетов и чистой воды. Женщины и девочки особенно уязвимы. Необходимость сходить в туалет на улице подвергает их угрозе, оскорблений. Достойно пережить менструацию становится испытанием. Сестры Силвал живут в Голче, в центральном Непале, где до недавнего времени около 90% населения испражнялись на открытом воздухе. Жители осознали важность безопасной и устойчивой санитарии после того, как были информированы о последствиях испражнения на открытом воздухе. Они решили сами принять меры. Иловати работает на проекте по водоснабжению и санитарии. По данным Всемирного банка, каждый доллар, инвестированный в санитарию, возвращается пятью. Такие инвестиции, вместе с поощрением местного населения к строительству туалетов и освоению норм гигиены, не только улучшают здоровье, но и позволяют заработать, говорит лавочник Говин Дас Шреста. Совет ООН по сотрудничеству в сфере водоснабжения и санитарии управляет глобальным фондом санитарии, который был создан для сбора и распределения денег и ресурсов для национальных программ, способствующих гигиене и поддерживающих доступ к санитарии для самых бедных. С тех пор, как в 2010 году фонд начал поддерживать национальный план по санитарии и гигиене в Непале, более чем полмиллиона человек получили доступ к улучшенным туалетам. Непал добивается получения к 2017 году статуса страны свободной от дефекации на открытом воздухе. Диниш Пакрин строит свой первый туалет. Признавая важность санитарии для частного сектора и ее пользы для всех людей, где бы они ни находились, ООН сделала санитарию одним из своих важнейших приоритетов. Организация недавно запустила кампанию «Призыв к действию», призывающую покончить с открытой дефекацией в мире к 2025 году. С начала кампании около 4 миллионов людей перестали испражняться на открытой местности. Репортаж подготовил Эндрю Мартин для Организации Объединенных Наций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова